История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Саабетра На протяжении всей античности литература имела особый статус. С чем это связано? Почему любые формы античного государственного устройства от афинской демократии до Римской империи придавали литературе исключительное социально-политическое значение? Почему Гомер и Вергилий воспринимались не только как художественные, но и как политические фигуры, а Вергилия римляне приветствовали также, как императора? Античный мир, литература и власть. У нас в гостях доктор филологических наук Николай Гринцер. Николай Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Гринцер Николай Павлович окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, филологический факультет. Доктор филологических наук, директор школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Автор монографии. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. Совместно с Павлом Александровичем Гринцером. Издание «Гомер, Илиада, Одиссея». Предисловие «Комментарии». А также свыше 70 научных публикаций по мифологии, истории античной литературы и гуманитарной науке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, начнем. Значит, литература и власти у нас, да, в античности. Но о власти много чего говорили, а о литературе меньше. Все-таки у нас путь к власти лежит через литературу, да? Вот наш маршрут. Ну, наверное, наверное, так. И вот давайте разбираться, да, там, например, Гомер в Эладе больше, чем поэт. По-моему, и в Эладе, и в Риме, и не Гомер, и не только Гомер. В действительности вот это... Вот что? Вот давайте пощупаем, наверное, попробуем найти вот это больше. Да. Действительно, эта фраза, которая обычно про Россию, она скорее про античность, я бы сказал. Прайдоксальным образом. Но в действительности, понимаете, Гомер, если начинать с него, а античность всегда начинается с Гомера, это действительно, ну, такой феномен довольно поразительный, да, поскольку в античности, ну, по крайней мере, в греческой античности, да, в общем и в римской, например, не было такого понятия, как священный текст, да, который вообще существует в большинстве культур, такого текста, в принципе, нет. И в общем, тем текстом, который был текстом священным, это текст Гомера, да, степень его популярности, ну, мы даже можем представить, потому что до нас дошли некоторые там тексты от самой античности, папирусные тексты, и Гомер в десятки раз по количеству просто сохранившихся папирусов превышает... По тиражам, да. Ну, в общем, да, в общем, это статистические показательные цифры, его читали все, более того, мы даже не всегда отдаем себе отчет, да, вот, скажем, когда мы читаем там античных ораторов, например, причем это политические речи в основном, особый смак, так сказать, изящно процитировать, цитируют прежде всего Гомера, не только Гомера, но в основном Гомера. И в теперешних изданиях у нас же стоит ссылочка, да, что там «Илиада», «Пятнадцатая песня», «Тридцать шестая строка». А тогда? Тогда, конечно, ничего подобного не было. А это речи... То есть находили по памяти и сразу же, да, в контекст какой-то помещения. Ну, следует полагать, что да, потому что это речи в суде, в народном собрании. Соответственно, если ты хочешь показать какой-то замечательный оратор, ты должен рассчитывать на то, что аудитория поймет, что ты цитируешь Гомера. Значит, вот это действительно вещь поразительная. То есть это текст, который был действительно... Ну, его учили в школе, конечно. Это текст, который был у всех в голове и на языке. Это первое. Второе. Гомер считался источником знания любого. То есть о нем говорили многие, что Гомер – это учитель всей Греции, что Гомер научил греков всему от богов до различных ремесел и искусств. Там, например, у такого историка Ксенофонта, а потом уже у довольно поздних ораторов, типа Диона Хризостома, все время говорится, что если ты хочешь знать, ну, прежде всего, как воевать, конечно, ну, не только. Там, как, ну, естественно, писать стихи, как определять времена года, ну, масса всяких, как строить города. Надо читать Гомера. Была даже такая замечательная история. Ну, известно, что Александр Македонский был в своих походах чуть ли не вдохновлен Гомером. Ну, знаменитая история, что он возил с собой Илиаду и почитывал. Известно, что он во время своего похода специально посетил условную могилу Ахилла, поскольку считал себя его преемником. Это все так. Но это война. Замечательная есть история, что когда Александр решил основать Александрию, то он вроде выбрал уже место, уже все оградили, и тут ему был сон, во сне ему явился Гомер, который произнес несколько стихов гигзаметрам, указав на конкретное место, где надо строить Александрию. Александр поехал на это место и действительно потом сказал, значит, Гомер не только самый великий учитель в военном искусстве, но и в градостроительстве. И Александрию построил там, где Александрию, которую мы знаем, построил там, где как бы ему указал Гомер. То есть вот эта идея того, что Гомер учитель всего, и прежде всего наставник в политической деятельности от войны до градостроительства, это общая идея. Но, конечно, еще очень важная мысль, что Гомер научил греков всему, чему они знают, о богах. Но это имело две стороны. С одной стороны, это как бы хорошо, а с другой стороны, это очень плохо. Если Гомера за что-то и критиковали в античности, то за то, что он показал богу, черт знает какими. Значит, во-первых, получается, Гомер – это такой какой-то универсальный цивилизационный навигатор. Да, вот он показывает направление, как и куда. Да. Но при этом это явно священный текст, как источник откровения, буквально обо всем. Ну, скажем так, параметр этот вот здесь учитывается. Но вот момент критики по отношению к священному тексту. Приложима какая-либо критика или нет? О да. Оказывается, о да. О да, конечно. И вот что это за критика? Ну, критика прежде всего вот именно, как я бы сказал, понятие священного текста – это слово «священный» – это очень такое слово тонкое. Это текст, обладающий поразительной цивилизационной значимостью, но при этом текст, не носящий сакрального характера, ведь этот текст, во-первых, можно было менять, например. Есть, ну, понимаете, например, такая есть замечательная история. Все слышали, а многие даже читали хотя бы до половины «Каталог кораблей». Так вот, ну, где, соответственно, список всех греческих воинов, которые были под Троей? И там есть кусочек, в том тексте, который до нас дошел, как бы, кусочек про Афины. И вдруг оказывается, что Афины чуть ли не привели самый мощный контингент воинский, и у них был совершенно замечательный предводитель, о котором больше в Лиаде не говорится ничего. Практически все уверены, что это вставка в гомеровский текст того времени, когда Афины стали лидером Греции. И, понимаете, не может быть лидера Греции, чтобы он не был отражен у Гомера. Значит, если его там нет, мы его там сделаем. И приписывали то ли Солону, то ли Песестрату, то есть знаменитому афинскому законодателю или знаменитому тирану афинскому, ну, монарху, так скажем, что они вставили это в... И это, в общем, воспринималось нормально в известной мере, что поскольку Афины сейчас великие, то они должны быть великими и тогда. То есть этот текст мог меняться. Так что это такая критика текста с дополнениями. Ну, а критика буквальная, это, прежде всего, критика этическая. То есть, что Гомер, как писал один из раннегреческих философов, Ксенофан, что всему безобразию относительно богов греков научили Гомера с Гессиодом. Потом это повторит Платон. Критика по поводу божественного, да? Прежде всего, божественного, этического, морального. Не сокраинного, да? Да, а вот... Именно по поводу, так сказать, морали. То есть, Гомера никто никогда не критиковал за то, что он плохой поэт. Это было невозможно. Все считали его лучшим поэтом, и ничего лучше Гомера быть не может. Но вот по моральной стороне могли предъявляться претензии, но тоже это не, так сказать, снимало статусы текста. Просто Платон, как известно, в своем государстве идеальном Гомеру места не нашел. Именно по этой причине. Хотя известно, что он считал Гомера все равно лучшим поэтом Греции. Ну и, собственно, не он один, а все. Вот такая история. Но при этом действительно вот эта история про Афина очень характерна. И не только про Афину. Там действительно можно найти много таких мест, когда такое впечатление, что определенные куски гомеровского текста, они возникали, можно приурочить к определенной политической ситуации. То есть, это текст, ну, как бы такой, меняющийся со временем. В частности, в том числе и по политическим соображениям. И это законно, да? Что вот этот изначальный текст может как-то так приспосабливаться к какому-то текущему контексту. Это касается... То есть, у него есть такая, ну, сила, что ли, да? Или как бы легитимно, да? Ну, да, конечно. То есть, не то, что кто-то быстро подписал и убежал, да? Дело в том, что просто гомеровский текст, скорее всего, не был... Ну, то есть, есть большие споры, когда он, наконец, был записан окончательно. Это был текст, который присуществовал на протяжении веков в устной форме, потом начал записываться. Текстов тоже, по всей видимости, был разной редакции. И, собственно, только к концу, там, 2 века до нашей эры этот текст... Ну, это такая радикальная точка зрения. Был окончательно зафиксирован. Так что этот текст сам по себе существовал, как сказать, культура и политика и древняя, и современная. И поэтому такого рода изменения в нем могли быть. Это тоже некоторый такой парадокс. Соответственно, какие-то политические апелляции, да, возможно, были и законны были, да? О, да. Обращенные гамеры. Ну, вот, например, как раз про Солона рассказывали, что эту вставку он или не он, в общем, кто-то сделал для того, чтобы оправдать афинские претензии на остров Соломин. А это была чрезвычайно важная в это время территориальная проблема. Так вот, поскольку этот кусок в каталоге кораблей стоял, был сделан так, что афиняне стояли рядом с Аяксом, который был с Соломина, то, значит, Соломин наш, грубо говоря, вот, буквально. И это вполне обсуждается как один из аргументов. А противники афинян цитировали другой гамеровский текст, где этого не было, то, что, иными словами, так сказать, дискуссия, ну, буквально, о территориальной принадлежности спорной области решалась на основании гамеровского текста. То есть, по крайней мере, апелляция к гамеровскому тексту решалась, конечно, по-другому немножко, но тем не менее. Это практически был, ну, в данном случае, какой-то цивилизационный верховный суд. То есть, ну, верховный авторитет. Это был, да. Это был сильный аргумент. Это был сильный аргумент и, главное, ходовой аргумент, к которому можно было и нужно было прибегать. Беря некоторые русские аналогии, мы начали с известной фразы «Поэт больше, чем поэт». В свое время Александр Исаевич Солженицын в первой редакции его «Круга первого» была фраза, где было сказано, что литература – это второе правительство. Так вот, в античности литература практически на протяжении всей античности можно говорить, что это было в известной мере второе правительство. Когда речь идет уже о классической Греции, о демократическом полисе, там место такого поразительного литературно-политического авторитета занимает, конечно, драма. Трагедия и комедия. Ведь мы не до конца себе представляем, когда мы говорим о великих текстах греческой трагедии, например. Две вещи, я бы так сказал, надо выделить. Во-первых, для нас, не знаю, царь Эдип или Арестея, или, я не знаю, Ипполит, Еврипида – это великие тексты на все времена. Тем не менее, изначально эти тексты ставились в определенный год. И один раз. Предполагалось, что это ставится один раз. Ну, были, конечно, те тексты, скажем, даже Арестея сразу получила такой статус, что ее можно было перепостанавливать. Но в пятом веке, в классических Афинах до нашей эры, трагедия вообще, в принципе, ставилась один раз. И очень часто мы можем уловить политические поводы к постановке этой трагедии. Это один момент. А второй момент – это, конечно, масштаб действия. То есть, ведь театральная постановка – это часть одного из важнейших религиозных и политических одновременно праздников в Афинах. Ну, обычно трагедии, хотя и трагедии комедии ставились на разных праздниках, но главный праздник в честь Диониса – Великие Дионисии, вот где было состязание поэтов. Но это состязание, которое устраивается на государственный счет, за государственные деньги, с государственным отбором. Это отбирал специальный чиновник. Мы не очень понимаем, как, то есть на основании чего он делал выбор. Но он делал выбор тех трех трагиков, которые будут состязаться в этом... Один чиновник выбирал. Да, один чиновник. Один чиновник, причем за вообще постановку трагедии и комедии, ответственность нес, ну, главный чиновник Афин. Архангт и Поним он назывался, то есть по его имени назывался год в Афинах. То есть вот в год архангтства такого-то. Вот этот человек, в частности, отвечал за то, какие трагедии, какие комедии будем ставить. Это финансировалось сначала на государственный счет. Потом государство стало отдавать это как бы на откуп продюсерам, как можно так сказать, из наиболее видных граждан. Это было довольно дорогое удовольствие вообще, в принципе. Но надо сказать, что все стояли в очереди, чтобы финансировать, потому что это было очень важно, если это дело политического карьера. И если, скажем, Перикл был одним из больших любителей этого дела и часто спонсировал. Ну, в общем, практически все заметные люди так или иначе занимались вот так называемой хорегией. То есть тем, то есть нанимали хор, тренировали его, платили за костюмы, там и так далее. Действо в театре происходило, опять-таки для нас представление о театре, оно современное, что ли, когда мы говорим. Хотя, я думаю, что всякий, кто был, не знаю, в Греции или Турции или Франции, например, в оранже, и видел античные театры, он представляет себе, что это немножко не то. Собственно, афинский театр классической эпохи вот пятого века вмещал, по разным оценкам, от 10 до 30 тысяч человек. То есть это почти все взрослое население города, ну там плюс гости, которые прибывали в город, они тоже смотрели это. И еще одна интересная вещь, что гражданам платили за то, что они ходили в театр. Гражданам полиса. Гражданам, афин, да, гражданам полиса. То есть им еще приплачивали, короче. Да, это был такой специальный название. Это был театральный фонд. Он так, собственно, назывался. Театральные деньги. И каждый раз обсуждался вопрос, в каком размере, в зависимости от государственного бюджета в этом году мы будем спонсировать. То есть всем будем платить или не всем. За один день по состязанию, состязание длились там три дня или за три дня. И это было очень важно. Это постоянно обсуждалось, причем... А вот в чем была важность? Вот как это обсуждалось? Вот чтобы понять это? Ну вот один афинский оратор уже четвертого века он сказал замечательную фразу. Он сказал, вот эти театральные деньги это все равно, что клей для демократии. А Платон, который не любил театр и не любил афинскую демократию, он сказал, совершенно... У него есть замечательный пассаж в законах, где он говорит, что вот у нас в театре воцарилась совершенно безобразная театрократия, театрократия, говорит он, когда все, при том, что все не понимают в театральном искусстве, кричат, кто лучше, кто хуже, и добро бы это осталось только в театре, говорит он. Это распространилось на весь город, и всякая черня решает, кто лучше управляет делами государства. То есть в его картине получается, что из театра демократия распространилась на весь город. Но, кстати, это правда, что решение о том, кто в этом году написал лучше трагедию Сафокл или Еврипид, принимало не жюри из театральных критиков, как мы бы или там, знающих людей, самые обычные афинские граждане, которые выбирались по жребию. Ну да, я думаю, что Платон, который был все-таки у нас большим любителем разных экспертных советов, должен быть, конечно, не в восторге. Абсолютно, абсолютно. Именно вот в этом очень важная идея, что театр как бы и демократия, да, это почти тождественные друг другу понятия. И вот как мы принимаем решение в театре, так мы принимаем решение и в городе. И трагедия комедии все время говорит об очень актуальных политических вопросах. Ну вот, скажем, ставит Еврипид свою трагедию троянки, очень странную трагедию, в которой как бы все симпатии на стороне троянцев. Да? И об этом очень много пишут, что это, так сказать, еврипидовская позиция, что это некоторое разрушение традиционной мифологии, там, ну, очень много на это счет задел. Но при этом мы можем точно более-менее приурочить это к определенной моменту афинской истории во время Пелопонезской войны, когда на, ну, в одном месте, на острове Мелос была предпринята очень жесткая карательная экспедиция, где, собственно говоря, вырезали местное население. Сказать, что еврипид, говорит, мы поступили плохо, пожалуй, что нельзя. Но сказать, что он заставляет афинскую публику подумать о том, что такое война, что такое побежденный противник, вот это существенно. То есть, это скорее, так сказать, повод для размышления. Ну, точно так же, как, скажем, более ранее, одна из единственных, почти сохранившихся на исторический сюжет буквальной трагедии о Исхиле Персы, собственно, о великой победе Афим над Персами, обратили внимание, что, если внимательно посмотреть текст этой трагедии, то выясняется, что местами Персия, как она там изображается, напоминает Афины. Ну, по целому ряду параметров, сейчас не буду про это подробно говорить, но, в общем, похоже, что вот этот величайший момент греческой истории, победа над империей персидской, одновременно становится поводом для размышления о том, что мы сейчас начинаем строить свою империю, Афины именно это и начинают делать. И вот, опять же, это повод задуматься, не факт, что такое империя, к чему она может привести. Если ты претендуешь на особое место в мире, то ты можешь кончить так же, как кончили персы. Парадокс... Вот что интересно сейчас у меня подумалось, что это не просто какой-то агиттеатр, это такая объемная рефлексия. Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что да, что это именно, ну, собственно... Собственно, лаборатория какая-то удивительная, да, да, что вот мы... И государственного строительства, и какой-то этической, да, вот истории собственного народа. Да, то есть, понимаете, ну, вот идея, там, афинского народного собрания, да, и вообще идея финской демократии заключается в том, вот давайте соберемся вместе и подумаем, что бы нам такое сделать, и как нам жить, да. Понятно, что политические инструменты существуют, и, естественно, о том, насколько это была демократия, об этом спорят, но вот эта идея давайте соберемся и подумаем, она замечательным образом воплощается именно в театре. Мы пришли, чтобы подумать... То есть не давайте соберемся и решим, а давайте соберемся и подумаем. В какой-то степени да. В какой-то степени да. Вот этот достаточно интересный инструмент. Кстати, комедия, которая вообще почти всегда выступает в паре с трагедией, она тоже про это. Но там это более видно, потому что вообще в трагедии мы только улавливаем параллели. Комедия прямо про то, что происходит сейчас. И хотя там говорится, что был закон специально принят в Афинах, что нельзя ругать людей по именам в комедии. В действительности, этот закон, если и был, то не выполнялся. Они всех ругали по именам. А если ругали не по именам, то сразу давали понять, допустим, Аристофан, выводя своего любимого персонажа Клеона в комедии, он говорит, что мы думали маску на актера надеть, как у Клеона, но актер испугался. Но все равно, грубо говоря, он, не называя имени Клеона, долго описывает так, чтобы всем было понятно, кто это такой. Аристофан – греческий драматург, наиболее яркий представитель древней оттической комедии. Его литературная деятельность протекала в период Пелопонесской войны и начала кризиса афинской демократии. Главными темами его комедии были отношения к войне, критика современного состояния афинского общества и его политических и социальных институтов, а также изображения разнообразных интеллектуальных дискуссий, характерных для Афин V века до н.э. Смешение реального и фантастического мира в комедиях Аристофана делает комедийные события более яркими, а все недостатки людей предстают более контрастно. Аристофан – единственный из представителей греческой комедии, произведения которого дошли в целом виде. Из его 44 комедий сохранилось 11, среди которых «Облака», «Лесистрата», «Лягушки». Клеон – первый стратег афин, да, то есть это, собственно говоря, лидер государства. Во время войны, заметьте, идет Пелопонесская война. Во время войны, да, это военное время, Пелопонесская война, и Клеон, собственно, лидер такой военной партии. Так, 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 так. Вот. И Аристофан кроет этого Клеона практически во всех комедиях, которые вот всегда. То есть это он не один раз такой смелый оказался? Нет, не один раз, не один раз. Нет, не один раз. Прелесть заключается еще в ситуации в том, что, как я уже сказал, что театральное действие настолько важно, и настолько важно занимает место в городе, что мало того, что он его кроет на глазах веселяющейся публики, Клеон обязан сидеть в зале. Просто как первый стратег афин, он сидит на таких празднествах, он по должности присутствует, причем, ну, как мы бы сказали, в первом ряду, но не в первом ряду, но на самых почетных местах. Вот сидит и смотрит, как, значит, его, про него рассказывают, что он прелюбодей, вор, коррупционер, врун, ну, в общем, и вообще сволочь, так сказать. Вот это идет все время. А не сохранилось, интересно, описание того, что делал Клеон в это время? В театре нет, но у нас есть история на эту тему очень показательная. Клеон в какой-то момент не выдержал и подал в суд. Замечательная формулировка, с которой он подает в суд. Он подал в суд следующее, что комедия, на которой представлена была... То есть праздник, на котором была представлена комедия, где его высмеял безобразно Аристофан, некая комедия, была представлена на празднике как раз великих Дионисий, где присутствуют не только афиняне, но и союзники. И у союзников может создаться превратное впечатление о том, как дело обстоит в Афинах. Обратите внимание, мотивировка. Отсюда делаем вывод, что если только афиняне, то можно... Ссор из избы даже в ближайшее какое-то, да? Да. Ближайшего канала выносить нельзя. Но афинина можно слушать, что Клеон – сволочь. Естественно, Аристофан... Сейчас расскажу, чем кончился процесс. Но Аристофан в следующей своей комедии радостно сказал, а мы сегодня... У нас не Дионисий, у нас другой праздник, где только афиняне. Вот сейчас я уже по полной программе. Так процесс? Процесс закончился тем, что Клеон проиграл. Суд решил... Это военное время. Военное время. Суд решил, что можно и при союзниках. В итоге дело кончилось тем, как сообщают нам важнейшие античные источники, это может быть, конечно, красивая байка, но мне она просто очень нравится, что Клеону ничего не оставалось другого делать, как Аристофана побить. Просто в переулке то ли сам, то ли нанял кого-то, его побили. Но Аристофан продолжал его до самой смерти Клеона поливать из комедии в комедию. Парадокс заключается в том, что афинская публика, с одной стороны, практически все комедии Аристофана, где он вот так обходился с Клеоном, получали первые призы. То есть он выигрывал. Но это ничего не значило. Клеона в тот же год прекрасно избирали снова первым стратегом. Это вот как раз давайте соберемся и подумаем. То есть надо ругать власть. Комедия для этого и существует. Она существует для того, чтобы ругать вообще больших людей. Мелких людей мы не ругаем, мы ругаем важных людей. За этим стоят всякие фольклорные корни. Ну, когда вообще ругать хорошо, как известно. Ну, это как заговаривать судьбу. Да, оберег такой. Ну, конечно, Клеон, и Аристофан так не думал, и Клеон так не думал, судя по сути. Но народ мог и такого не предъявить. У нас есть определенные праздники, определенные ситуации, когда мы ругаем власть. И вообще, кого любил ругать Аристофан? Он любил ругать этого самого Клеона. Периклу повезло. Он умер до того, как Аристофан стал. Но Периклы ругали до Аристофана. Это мы знаем. Когда Клеон умер, кстати, Аристофан в своей комедии пишет, что мы ругали Клеона, пока он был жив, а сейчас он мертв, нам его ругать совершенно неинтересно. То есть надо ругать живых сейчас и важных. А еще он ругал Сократа и Еврипида. То есть Клеон главный политик, и мы его ругаем. Сократ главный философ, естественно, и поэтому мы комедия «Облака», в которую мы выведем в совершенно идиотском виде, совершенно несоответствующему, по всей видимости, историческому Сократу. А Еврипида он ругает всегда тоже. В любой комедии обязательно про Еврипида он что-нибудь скажет. Но Еврипид в этот момент первый трагер, первый поэт Афины, безусловно. То есть причем мы знаем, что Аристофан с Сократом, по всей видимости, был дружен, а Еврипидам глубоко восхищаться. Он, конечно, скорее всего, не восхищался Клеоном, но, опять же, нельзя делать вывод, что если он так крыл Клеона, то он действительно его политическую программу ныне принимал на дух. Потому что Аристофан действительно меняет свою политическую программу от комедии к комедии. Это опять-таки... Ну, наверное, как и подобает сатирику. Ну, разумеется. Но, с другой стороны, это очень важная идея. Вот ругая, мы, опять же, думаем, мы обсуждаем, мы подвергаем сомнению самые важные и существенные вещи, которые от этого не становятся менее важными, менее существенными. Но мы, тем не менее, должны их обсуждать и о них думать. И комедия как бы для этого тоже существует, как оборотная сторона. Иначе нельзя, например, понять, почему в афинской комедии, например, в древней комедии, боги на сцене. И тоже в отвратительном виде. Там Дионис в лягушках Аристофана, абсолютный комический герой, трусливый, жадный прелюбодей, любит бесконечно пожрать на халяву. Ну, и все такое. Геракл – это просто любимый персонаж комедии. Его просто каждый, кому не лень, изображали. При том, что в Афинах существует государственный культ Геракла в этот момент. И это тоже как бы нормально. При том, что существовали, как известно, Сократ был осужден за непочтение к богам. Ну, вот в комедии можно, потому что комедия для этого и существует. Вот это такой поразительный политический культурный инструмент. А Афину, Патронессу? Выводили на комическую сцену? Вы знаете, ну, Афина даже в трагедии, например, она далеко не всегда предстает как однозначно положительный персонаж. В комедии так я сходу, пожалуй, что не припомню, была ли Афина где-то. Нет, ну, шутить по поводу Афины можно было. Можно было. Вполне. Вполне. Так что, опять же, трагедия как бы со стороны серьезного комедии, со стороны, так сказать, пародии, выворачивания наизнанку. Но она про одно и то же. Это как бы обсуждение важных вещей. Разными методами. Но и это и есть, условно говоря, политика. Поскольку политика в античном понимании этого слова, это, собственно, все, что имеет отношение к делам города, к делам государства. И вот политическая деятельность, и есть обсуждение этих вопросов. Да, то есть действительно такой вот какой-то полигон, да, лаборатория, где все это вот обыгрывается, да, в самых, может быть, парадоксальных ситуациях. Да, но, опять же, понимаете, когда мы говорим это, у нас все время есть вот ощущение, что литература отдельно, политика отдельно. А слово полигон, которое вы употребляете, оно правильное, но в нашем понимании оно, ну, как бы, вот есть какое-то место, где мы опробируем что-то, а потом это что-то переносим куда-то еще. Вот, насколько я себе представляю, вот, по крайней мере, ситуация... Переноса такого не было. Это одно и то же. То есть это как бы литература, в частности, театр. Опять же, слово литература здесь тоже не очень правильное. Театр, скажем, в Афинах – это часть государства, часть политики, часть социальной культуры, часть религии. Это все понятия, которые... То есть литература не вне политики, она и есть сама политика. Она и есть сама политика. Она и есть сама политика. То есть одна из ее форм. Очень круто. Ну, так бы я сказал. Да. По впечатлениям от ваших рассказов. Вот. Ну, и в действительности это продолжается и в дальнейшем. Конечно, не так. Но вот интересно, что какие бы формы правления ни были, тем не менее, эта идея в античности сохраняется. Ну, вот, скажем, следующий такой интересный этап – это как раз после походов Александра Македонского так называемые эллинистические монархии. Ну, центр вообще греческой культуры в этот момент перемещается в Египет, в Александрию, где, собственно, царит династия Толемеев, которая, кстати, например, в частности, как и в других местах, там существовал культ Гомера, государственный религиозный культ. Государственный. Да, да, да. И у нас дошло замечательное изображение, там, апофеоза Гомера, когда Гомера венчают как бога, ну, две аллегорические фигуры, но в которых абсолютно точно угадывается царь и царица. То есть они венчают Гомера. Потом, кстати, есть замечательная, забегая чуть-чуть вперед, есть замечательная фреска из дома Августа уже в Риме, когда Август венчает Вергилия в качестве как бы высшего авторитета. Это продолжение вот той же самой традиции. Но, опять-таки, это монархии, совершенно по-другому устроенные. Но, опять-таки, вот идея очень важная для всей античности, что великое государство не может существовать без великой литературы. И более того, вот, скажем, Перикол в своей знаменитой речи будет говорить, что Афины – это школа всей Греции. А про Александрию будет говориться, и Сократ, например, оратор IV века будет говорить, что благодаря Афинам слово «эллен» стало даже означать не просто этническую принадлежность, а образованность и культуру человека, и принадлежность, соответственно, к греческому государству, к афинскому государству. Точно так же в Александрии, где это было гораздо более актуально, потому что, как вы понимаете, там были не только греки, и даже не столько греки. Опять же, вот эта идея образования культуры как того, что является средостением государства, становится очень важной, опять-таки остается, я бы даже сказал, очень важной, и, собственно, получает такой символический образ в виде Александрийской библиотеки. Собственно, самое главное, что делает династия Птолемеев, создает Александрийскую библиотеку. Александрийская библиотека была основана в начале III века до н.э. Библиотеку возглавляли крупнейшие ученые, среди которых Иеростофен, Зенодот, Аристарх Самосский, Калимах. Древние ученые насчитывали в ней от 100 тысяч до 700 тысяч томов. Основу библиотеки составляли произведения древнегреческой литературы и науки. Также имелись книги на восточных языках. При Александрийской библиотеке работал штат копиистов, занимавшихся перепиской книг. Под руководством Калимаха был составлен каталог в библиотеке, позже он регулярно пополнялся. Часть Александрийской библиотеки погибла во время пожаров в 47 году до н.э. в период Александрийской войны. Однако позднее библиотека была восстановлена. В 391 году н.э. при императоре Феодосии I часть библиотеки была уничтожена христианами-фанатиками. Последние остатки ее погибли, видимо, при господстве арабов в VII-VIII веках. Есть замечательная история про одного из Птолемеев, Птолемея III. Он обратился как раз в Афины с просьбой, чтобы афинные прислали им тексты из хилософокла Еврипида как раз, чтобы с них снять копии, чтобы они тоже были в Александрийской библиотеке. Потому что понятно, что эти тексты хранились в Афинах, причем на Акрополе, по всей видимости. И это было как бы священное достояние Афины, собственно, знак афинской традиции, знак величия Афины. В качестве залога он дал совершенно невероятную по тем временам сумму, 15 талантов с серебром, но это даже как-то трудно в современных... В общем, это очень много. Залог, что он тексты вернет. Тексты ему дали, трудно было отказаться по политической ситуации. И он их скопировал, а потом отослал в Афины копии и сказал, оставьте деньги себе. Потому что настоящие из Хилса Фокола и Еврипид будут у нас. Вот это такая совершенно феерическая, я бы сказал, история. Это для него был явно жест, так сказать, политической значимости. Что если центр политики, центр мира, центр эллинства в новом понимании, причем, опять-таки, идея образования культуры как символ этого эллинства, это у нас, то у нас и должен быть настоящий эсхил. А вы, пожалуйста, получайте копии. И я не пожалею никаких денег. Вот это такая красивая история, очень о многом говорящая. Но, конечно, это одновременно... Александрийская библиотека – это политический инструмент. Потому что директорами библиотеки были самые, так сказать, известные, но одновременно и поэты, и ученые. Потому что в этот момент как бы становятся синонимом понятия литератора и филолога, как бы сказали, они бы все занимаются комментированием текстов, изданием текстов, одновременно пишут сами. Но директор Александрийской библиотеки, глава Александрийской библиотеки – это одновременно и воспитатель наследника престола, и советник царя. То есть, опять-таки, обратите внимание, у нас в разные времена, как вы понимаете, тоже существовали всякие случаи, когда именно литераторы воспитывали, престола наследников, он там, Василия Андреевича Жуковского достаточно вспомнить. Но это был просто институт, специально для этого как бы предназначенный, что это всегда так в известной мере. И опять-таки, оказывается, что библиотека – это и есть некое средоточие государства. И, собственно, гибель Александрийской библиотеки одновременно означает и гибель эллинистических монархий. Так что при монархии получается то же самое. И задача, наверное, библиотеки – воспитание идеального государя, и в какой-то мере, наверное, совершенствование общества, политического устройства. То есть это… Ну да, но с одной стороны, это идея традиции, которая чрезвычайно важна. Особенно, конечно, когда Греция существует не в Греции. Тогда традиция важна еще больше. Но вот идея традиции преемственности и идея того, опять-таки, вот о чем я уже говорил, что показателем значимости государства определяется значимость ее литературы и культуры. Вот это как бы не… Если мы великие, то пусть у нас еще и литература будет, да? А мы не можем быть великими без того, чтобы у нас не было вот этого, понимаете? И это… Ну, конечно, это некоторая идея, так сказать, уже придворных поэтов, которая появляется отсюда. Но она, опять-таки, появляется не столько как идея, ну, не только, я бы сказал, как идея такого государственного заказа, а как продолжение вот этого постоянного симбиоза, ощущения, по крайней мере, того, что этот симбиоз должен существовать. Это очень интересно, что именно в Александрийскую эпоху создаются так называемые каноны. То есть каноны, в смысле, списки лучших поэтов, лучших ораторов. И вот, соответственно, там для каждого жанра существует свой авторитет. Там, если, там, не знаю, величальная ода, то это пиндер. Если трагедия, то исхилсофопл и европит. Собственно, благодаря этим канонам и отбору текстов, в частности, через Александрийскую библиотеку, мы получили ту греческую литературу, которую мы имеем, потому что, действительно, мы имеем жалкие ошметки. Но, тем не менее, это то, что было определено школьным образованием и вот этими канонами. То есть, вот, собственно, что лучше. И вот этот список, как бы, он и существовал более-менее в головах. Конечно, Гомер стоял всегда особняком. Но в действительности, если историки, которые тоже в какой-то момент становятся тоже частью вот этой самой литературы, то это Геродот Фукидид и так далее. Но, конечно, Гомер всегда особняк. Это, пожалуй, всегда. Хотя апеллировать можно было к разным текстам. К той же трагедии можно было апеллировать. Скажем, вот, трагедия Софокла и Эдип в колонии, о смерти Эдипа как раз, она вполне там связана с тем, с той идеей, что Эдип захоронен был изначально именно в Афинах, вот в этом конкретном месте, который называется Колон, откуда, кстати, родом был сам Софокл, что немаловажно. То есть, он за свой родной район, так скажем, выступал, в данном случае, буквально. А мы знаем, например, что одно из важных аргументов, одним из важных аргументов в разных спорах было, например, где правильная могила Эдипа? В Фивах или в Афидах? Так что даже вот такого рода вещи, они решались иногда литературным путем. То есть, вот, ну, это один, так сказать, один из примеров, да? Так, эллинизу, ну, понятно, да, дальше что? Дальше Рим. То есть, Рим, пришли в Рим, да, пришли по известной такой траектории, да, исторической. Да. И что там, что осталось, что новенького? Вы знаете, с Римом тоже очень интересная история. Там же очень непростые отношения, да, с Элладой. О, да, с Элладой очень непростые отношения. Понимаете, ну, вот я, когда обычно читаю лекцию студентам, то я говорю, что для греков мир делился на две части. Греки и варвары, да. Варвары, это, кстати, никакое неплохое слово, это просто означает, что человек не говорит по-гречески, и все. А вот для римлян мир делился на римлян, варваров и греков. Вот. И с греками проблема была очень болезненная. Очень болезненная. Потому что, с одной стороны, греки хуже варваров. Потому что они... Ну, это, кстати, вот такое отношение римлян к грекам. Очень свойственно вот это такое... Такой двойной стандарт, который существовал у римлян. С одной стороны, греки очень плохие. Они аморальные, потому что они вот рассказали про богов все то, что они рассказали, например, и это очень плохо. Они лицемерные, они изнеженные. Раньше греки говорили, что изнеженный восток, а мы, греки, очень суровые и решительные. Нет. Греки изнеженные римлянами суровые, аскетичные, правильные. И поэтому они развращают нравы. Все дурное от греков. Но при этом у греков есть великая литература и великая культура. А у нас нет. И вот это для римлян очень существенная идея. И мы должны для того, чтобы стать великим государством, мы должны иметь великую культуру и литературу. А учиться ей надо у греков. Вот это такое поразительное сочетание. Оно очень хорошо в фигуре воплотилось такого известного римского персонажа, Марка Порция Катона, старшего, который был известным ревнителем таких традиционных римских ценностей. И в частности, в II веке до н.э. В Рим прибыл, когда Греция уже становится провинцией Рима, из Греции в Рим прибыло посольство, философское посольство. Лекции они, собственно, читать стали в Риме про разные философские предметы. И развращать юношество натуральным образом, потому что эпикуреизм, понимаете ли, ну вообще разные всякие новомодные, как можно сказать, идеи стали распространять. И Катон был одним из тех людей, который активно выступал за то, чтобы выгнать этих самых греков. И их таки выгнали из Рима. Из Рима и отправили обратно в Рим. Но при этом Катон в очень позднем возрасте стал учить греческий язык. Потому что не учить греческий язык нельзя. Потому что у них есть все. Катон-старший, Марк Порций. Римский общественный деятель, полководец, писатель, оратор. Принимал активное участие в войне против Ганнибала, считается основоположником латинской прозы. Катон-старший первым составил риторику. Римлянам было известно 150 речей Катона, из которых сохранились незначительные фрагменты. Особенно славилась речь Катона в защиту родосцев, отмеченная силой его слова, едкостью в нападках и остротой мысли. В трактате «Земледелие» Катон описывал жизнь римского поместья, давал наставления по разным видам сельского хозяйства. Этот трактат – первое полностью сохранившееся прозаическое произведение в римской литературе. Самым главным сочинением Катона были начала, в которых он прославлял историю Рима и подвиги предков. Все маломальски заметные фигуры от Цицерона, у которого были греческие учителя, до Августа, который ездил специально в Афинах слушать тех же самых философов и вообще учиться там. Вся римская элита так или иначе получала греческое образование, по крайней мере, в эпоху поздней республики и империи. И это обязательно. Греческий был как язык элитарный, нелитарный, язык культуры. Ну, в общем, если ты... Ну, понимаете, дело в том, что образованные люди, конечно, они получали греческое образование и, соответственно, они читали по-гречески. Тот же Цицерон, например, пишет... Он вообще очень такая сложная фигура, претенциозная, но он в одном из своих сочинений пишет... Мои все сочинения – это всего лишь списочки с греков, употребляя греческое слово. То есть я всего лишь переписываю греков, что в известной мере правда, потому что обычно все его трактаты устроены таким образом, потому что он сначала долго рассказывает, как это изложено у греков, а потом в какой-то момент обязательно скажет, ну, что я все о греках, у нас у римлян ничем не хуже. И начинает совсем про другое. Вот эта идея, с одной стороны, перенести греческую образованность... Цицерон, например, просто переводил с греческого, там, платоновские, например, диалоги переводил на латынь. Перенести эту культуру на римскую почву, а, с другой стороны, показать, что мы не хуже. Поэтому они, например, страшно... Они, собственно, создавали все жанры римской литературы под греческую, при этом очень радовались, когда находили у себя что-то такое, чего у греков вроде как не было. Поэтому у них был такой жанр сатура, из которого потом получилась сатира, но такая смесь прозаических и поэтических. И они вот говорили, сатура тотон острая, сатура целиком наша. Для них это было очень важно. Это там будет Квинтелян, будет писать и многие другие. Они очень любили, когда находили что-то свое, но при этом обязательно должны были иметь у себя и все греческое. Вот в этом смысле мы не до конца даже понимаем, ну вот, скажем, есть памятник, который писал всякий уважающий себя поэт. Если вспомним там Державина, Пушкина, то, собственно, за что ему должны воздвигнуть памятник? За то, что один воспел Фелицу, другой милость к падшим призывал и вообще восславил свободу. В общем, за серьезные вещи. А первый образец – это Гораций. Горацийский памятник. И за что же Гораций должен жить в веках? За то, что он первый, больше у него заслуг нет в тексте, первый эолийскую песнь приспособил к римскому языку. То есть, иными словами, он первый начал писать по латыни теми размерами, которые писали некоторые древние греческие поэты. Все, этого достаточно. При этом Гораций – один из поэтов, приближенных к Августу, входивших в круг так называемого мецената, человека, который специально создавал такой круг интеллектуалов вокруг Августа. И опять-таки, вот создание империи, нового государства, которое, конечно, при этом одновременно старое государство, главная идея Августа заключается в том, что он ничего нового не делает, он восстанавливает истинный Рим, истинную Римскую республику. Так вот, восстанавливая истинную Римскую республику, он наполняет ее греческой культурой, греческими литературой, в том числе и тот же Гораций в одном из своих посланий к Августу, кстати, он пишет, что побежденная Греция победила своего сурового победителя и внесла искусство в Рим. Так, вот такая вот тема, потому что я понимаю, вообще у нас разговор складывается удивительным образом, но вот в очень важные темы, да? Значит, смотрите, да, Эллада, Гомер, Иляда, Одиссея, Рим. А в Риме был свой Гомер. Сделали они или подражали Гомеру и Элладу? И сделали, и подражали. А вот кого? И что? И насколько успешным был проект римского Гомера? Были свои эпические памятники в Риме, но все не дотягивало. И вот, собственно, самый успешный литературно-политический проект времен Августа как раз это Вергилий и Инаида. Собственно, тот памятник, который перешел в какой-то степени для европейской культуры, который был гораздо более даже авторитетен, чем Гомер в каком-то смысле. Вергилий Публий Марон. Римский поэт. Родился близ города Мантуи в семье землевладельца. Приехав в Рим, вошел в окружение друга императора Августа Мецената, покровителя философов, поэтов, драматургов. Вергилий приобрел известность благодаря пастушеской идиллии Буколики. Затем Вергилий создал Георгике, поэму о земледелии. Главное его произведение – поэма «Инаида» о бегстве после падения Трои в Италии части троянцев во главе с Энеем, который в римской легендарной традиции считался прародителем римлян. Поэма пронизана множеством философских идей, прежде всего эпикурейских и стоических, и представляет собой некий идеализированный образ римской истории. Вергилий, кстати, как и большинство поэтов, входивших в круг Августа, они изначально вообще были более-менее политическими оппонентами отчасти Августа. Он, тем не менее, приближал к себе людей вне зависимости от того, что они делали во время гражданских войн. И, собственно, создание Инаиды, создание великого эпоса, причем который так сделан, что половина его – это Илиада, примерно, половина – Одиссея. То есть первые шесть книг – это Одиссея, вторые шесть книг – это Илиада. Это сознательная идея, которая отчасти как бы считается, что Вергилию подсказал Август, просил его что-то такое сделать, и более того, чего все ждали. У нас там одного из поэтов, очень известного поэта про перца первого века, дошли стихи, где он говорится, смолкните греческие поэты, смолкните римские, чувствую, рождается что-то побольше Илиады. То есть все страшно ждали того, как Вергилия напишет Инаидову. Но замечательное, опять же, отношение. Август многократно писал Вергилию, просил, чтобы тот ему прочитал что-нибудь. Вергилия отказывался и прочел ему только определенный кусок, блестяще выбранный, он прочел ему несколько кусков из разных книг, в частности, прочел шестую книгу Инаиды, где упоминается любимый племянник Августа Марцелл, который незадолго перед этим умер, которого Август единственно любил и, видимо, хотел сделать своим наследником, как считается. И Август слушал это вместе со своей сестрой Октавией. Октавия рыдала, Август тоже вроде как всплакнул. Это стало сюжетом для огромного количества полотен даже позднейшего времени. Вот Вергилия читает Инаиду Августу. Но самая замечательная история в другом даже заключается в том, что Вергилия... То есть здесь очень важно, что заказ вроде как есть государственный, но Вергилий чуть ли не важнее Августа. И пока Вергилий не считает, что поэма сделана, он не будет ее читать. Более того, Вергилий вообще-то заповедовал своим друзьям, что если он не доведет Инаиду до конца, не отредактирует ее сам, последний в версию, то ее надо сжечь. Вергилий не отредактировал Инаиду, он умер до того. И они должны были вообще-то сжечь. Но, зная об интересе Августа, они все-таки решили обратиться к Августу и спросить, что делать. Август, конечно, сказал не сжигать. И в итоге то, что европейская культура получила Инаиду, в известном мере, это спасибо Августу. Но это не в редакции Августа. Нет, нет. Как было, так и есть. И вообще-то интерпретация Инаиды тоже очень сложная. Обычно Инаиду часто читают как такое прославление Августа, а оказывается, в действительности, что совершенно нет. Есть, наоборот, противоположная идея, что Инаида очень скептически по отношению к тому, что происходит сейчас, что вообще финал Инаиды очень мрачный и в действительности далеко не факт, что ее можно читать исключительно как панигири к Августу. Но, тем не менее, вот эта идея того, что поэт, лучший поэт, является важнейшим элементом, в том числе и государства, здесь тоже присутствует. И не случайно, кстати, у нас есть сообщение о том, что когда Вергилий как-то оказался в театре, его народ приветствовал так, как приветствуют только императора. Весь народ встал. Вергилия были вообще замечательные истории про то, как за Вергилием, когда он появлялся на улице, бежали толпы фанатов буквально, он от них скрывался. То есть его популярность была невероятная. В частности, потому что... Простите, а что делали фанаты со своими кумирами? Одежду на клочке разрывали? Ну, автографы, я не знаю, насколько... Ну, по всей видимости, так судя по-другому, они... Что они? Догнали они его. Что дальше? Ну, скорее всего, просто прикоснуться к великому человеку. Это, так сказать, толпа поклонников, как свита при... В том числе при власти. То есть вот этот статус Вергилия, особый статус, как человека, который создает Рим, а, собственно, Инаида, это про создание Рима, она чрезвычайно важна. И не случайно, что именно поэтому Вергилий в общем, в дальнейшем становится такой больше, чем литературной фигурой в Средневековье. У него образ мага, пророка, в частности, предсказавшего чуть ли не явление Христа в одной из своих эклог. А в империи, я имею в виду, в той старой Римской империи, он как Гомер... Да, то есть Вергилий это текст, который практически... Я имею в виду, на той же полке. Да, да, по статусу, да. Он практически сразу начинает изучаться в школе Инаида. Инаида становится главным текстом. На Инаиду ссылаются. Это... В общем, он именно как бы... У нас не было своего Гомера, мы создаем своего Гомера, и мы создали своего Гомера, и одновременно создав новую великую державу. И это вещи как бы практически не расходящиеся друг от друга. Это почти, опять же, оказывается синонимичным. Увы, время нашей передачи подходит к концу. И я хочу прежде всего поблагодарить Николая Павловича за этот увлекательнейший рассказ. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова